В ночь на 21 ноября бороться со стихией пришедшей в Самару вышли больше 130 единиц техники и 120 уборщиков. Продолжилась очистка города и утром в центре внимания специалистов учреждения социальной сферы. Подходы и подъезды к школам, детским садам убирали оперативно, чтобы ничто не нарушило планы самарцев. Работают специалисты сейчас в каждом районе города. Процесс осложнил ливень, но после его окончания очистка Самары от снега продолжилась. Профильным службам поступили новые поручения. Дождь прошел, сейчас все управляющие компании, вот те замечания, которые выявили, должны доработать, расширить дороги максимально, очистить тротуары, где они еще не зашли. Наша задача сегодня еще проверить выход и работу управляющей компании, обработать противогололедные материалы. Это сейчас самое главное, потому что ожидаем забросков следующего снега. Сегодня днем на улицах города задействовали 173 спецмашины и больше 3000 дворников и дорожных рабочих. Организован не только процесс уборки, но и вывоз снега. Одна из главных задач – освободить выезды со дворов, пешеходные зоны, тротуары и проезжие части. Переходим сейчас на круглосуточный режим, будем следить за погодой. И вся техника будет необходимым количеством принимать участие в уборке территории. Техника абсолютно разная. Это начиная от КДМ, кончая МТЗ, абсолютно маленькие трактора. Все машинные механизмы, весь набор, который есть у нашей организации, осуществляющей по контракту уборку территории, он весь задействован на сегодня в работе, в том числе и вывоз. Главы районов и руководитель Департамента городского хозяйства и экологии продолжат в ежедневном режиме инспектировать подведомственные территории. За наиболее проблемными участками организован неперерывный контроль. Вопросы, предложения и жалобы по уборке Самары можно направлять как в профильные службы, так и через социальные сети городской администрации. Михаил Ермоленко, Константин Головин. События.